на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас вот такой вопрос случайно увидела что муж зарегистрирован на сайте знакомств как мне поступить да это такое веяние нашего времени когда люди состоящие в браке чаще это мужчины но бывает и женщины каким-то образом в интернете виртуально начинают устраивать знакомство или общение с другими женщинами или соответственно мужчинами часто не видя в этом чего-то предусудительного мне например приходилось разговаривать с мужчиной который примерно так описывал свое оправдание вот подобного рода регистрацию и общение на сайте знакомств так я не собираюсь выстраивать никакого живого общения с этими женщинами но для меня это какой-то легкий флирт я понимаю что это такая игра ну и все равно вот вроде как объяснение хоть стой хоть падай потому что в любом случае когда мы начинаем общение с сексуальным подтекстом мы имеем дело с изменой всякие смотрящие на женщину с вожделением говорит нам священное писание устами самого господа нашего иисуса христа уже прелюбодействовал с ней сердце своем и если избавиться окончательно от блудных прилогов которыми наполнена жизнь современного человека через случайные взгляды через какие-то картины образы музыку тексты практически невозможно то есть прилоги блудный человек современный испытывает непрерывно они современные тоже может быть просто чуть-чуть другом формате то сознательное движение в эту сторону сознательный флирт например даже если дело не доходит до реального живого общения продолжается виртуально я уже не говорю про всевозможные по-настоящему секс-услуги которые тоже в современном виртуальном пространстве присутствует в изобилии знаем что очень и очень многие люди подвержены греху просмотра порнографии общение во всевозможных секс-чатах просмотра каких-то стриминговых сервисов когда через веб-камеры происходит подобного рода общение это является прямым грехом и прямой изменой именно так к этому надо относиться просто что делать надо прямо и спокойно сказать об этом мужу значит здесь я могу дать общий совет то есть ситуация когда мы сталкиваемся или уже с имеющиеся изменой или возможно еще не совершившиеся но когда вам очевидно что к этому делу так или иначе все идет например ваш супруг или ваша супруга имеет какое-то неформальное общение слишком уж затянувшиеся реально горящие глаза с лицом противоположного пола и может быть там и нет какой-то прямой измены но на душевном уровне явно кому-то отдается больше чем это было бы просто при нормальном формальном дружеском или товарищеском общении в этой ситуации нужно выводить ситуацию из темноты на свет вот так об этом пишет премудрый серах гораздо лучше обличить нежели сердится тайна и обличаемый наедине поостережется от вреда вот очень важные слова другой вопрос как это сделать 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 это нужно правильно спокойно и не совершая самому или самой в данном случае поскольку вопрос нас от женщины не совершая каких-то вещей о которых вам потом будет стыдно то есть не нужно устраивать истерики не нужно залеплять ему пощечины не нужно расцарапывать ему лицо не нужно бить посуду то есть не нужно вести себя так чтобы потом о вас можно было сказать ну а такой женщины неудивительно что мужчина интересуется кем-то там на стороне то есть вам не нужно вести себя так чтобы потом испытывать в этом чувство вины а вашему мужу не давать повода для того чтобы он сказал ну ты посмотри как а как а как ты себя ведешь чтобы вот этого фактора в ваших отношениях не было вести себя нужно аккуратно вежливо и опять-таки сообщив ему о том что вот знаешь дорогой я тут совершенно случайно увидела может быть это сын но почему то твоего имени он зарегистрировался давай спросим его что это такое или может быть это ты что что имеется в виду то есть максимально постараться уж для первого разговора подчеркиваю не обвиняя вашего супруга высказать ему свое недоумение и попросить его объясниться в том что происходит дальнейшее конечно зависит от того что он на это скажет возможно действительно ну мы видим достаточно часто ситуации когда без попутал человек ничего плохого не хотел ну вот как-то так вот я не оправдываю в данном случае ни в коем случае этого мужчину но для него это может быть такой встряской ему может быть действительно дико стыдно за то что вот а вас он может быть искренне любит и просто как-то вот поддался слабость у него такая вдруг возникла это одна история можно улыбнуться поцеловать его обнять сказав при этом как вам было больно это увидеть вот и вопрос можно будет читать урегулированным к сожалению часто бывают совсем другие ситуации и подобного рода блудные грехи связаны с интернетом часто находится для мужчины в состоянии фактически настоящей зависимости когда это обличилась уже на той стадии когда ситуация сильно запущена возможно там есть какие-то хотя речь идет о сайте знакомств возможно самих знакомств подчеркиваю не осуществляется но к сожалению я знаю примеры в том числе семейных мужчин которые говорят что они не готовы вообще от этого отказаться которые говорят я тебе не изменяю но вот от такой формы флирта я отказаться не готов и здесь женщина оказывается в сложной ситуации когда по сути дела и изменяют хотя вторая сторона вовсе не готова признать этой изменой ну примерно как например какой-нибудь помещик тискающий в девятнадцатом веке девок где-нибудь насиновали говорит да это вообще не люди это же девки ты понимаешь что я тебе не изменяю и что делать добропорядочной жене сложный вопрос который не на который невозможно ответить в формате нашего портала и он требует вашего прихода конкретно к священнику возможно к психологу для того чтобы наилучшим образом узнав все подробности подсказать вам стратегию вашего поведения внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...